Черным играет чемпион мира Каспаров, черным играет веселый балл, балл, русский граффессер, тоже выдающий шахматист, он был чемпионом мира ФИДе, это не чемпион мира по классике, это чемпион мира ФИДе, то есть из семьи Ружинова, но все равно он преследовал, что быть шахматистом номер один. И вот эта партия очень эффектная, которую Каспарову, я поменил вам очень быстро дебютную стадию, потому что хочется показать эффектное окончание, поэтому давайте сразу, давайте сразу, с первого класса, ну, будем допущены на стадии, значит, Е4, Д6, это называется дебюту Финсова. Защитывали пирсов и фирсов, это бывает, пирсов и фирсов. Это было открытое дело, которое мы до сих пор не смотрели. Мы смотрели, до сих пор, за семь и пять, царянская защита, за семь и пять была партия скандинавтская защита, и семь и пять, это было открытое дело, с пирсов и фирсов и фирсов, был попробован у нас этот процесс в защиту и семь и шесть. А это, значит, у нас называется, значит, без фирсов, вот, g6, d4, конь f6, конь f6, конь c3, g6, слон e3. Здесь опять-таки, как во многих дебютах, беды мощи цитов получают, черные пытаются его атаковать сразу, скажем. Слон шасси, фирс d2, c6. Шар иногда устроен, потому что беды начинают, и если они играют достаточно гработно, они младеют истративы, беды сначала даже как-то должен угрожать их кровь, а потом уже... проявляют большую атаку, поэтому вот здесь, в начале гирисов и фирсов, беды проще ставят в центр, f3, мощный центр, и его держат потом, чтобы начать атаку, он отражает на фланге. v5, черный сразу начинает, и гиридей становится производить на фирме на фланге. Каспаров играет конь g2, конь g2, конь bd7, нет, другой конь bd7. и теперь слон a6, это одна из возможных, слон е3, а6. Идея развеет, а6, идея развеет, разменять слонов, и там коробка, я чувствую, не очень удачно. Черный победил на а6, ферс победил на а6. Черные закончили, разменяя ферсов, слон не выберет слонов на бассейне. Белые не хотят допускать походу b4, потому что здесь будет на e4, неприятно. Хотя нет, ну просто чтобы не отступать, он сыграл а3, чтобы не отступать к нему. После этого было e5, e7, e5. Длина и а3, длина и а3, злика 3, 0. Короткая а4, злика в 2 части, нужно было и коня, сначала убрать, и слон а1 убрать, потом прокровать, очень долго. А белые хотят после этого, и случае, и костей будет к оттакам, как бы они ни для а3, и а3. После этого ферзi е7, ферзь совершил сорбатство а4, d. Хороший набор бедный, всегда он будет в черном диабриде, всегда на руку белым, последовало 6, а 7, а 6. Пешку по 5 защищаю, и потом при случае играется 6, а 5. Белый переводит коня, когда едва стоит не очень хорошо, они его переводят на лучшее поле, а теперь коня на С1. Ну, черном тоже пора запыть через них, они собирают 3-0. Этот конь, который он цепил на С1, теперь он играет на В3, то есть он приближается к герою на ферктовой фланге. Раз черном сыграют, сделают длинную армировку, то естественно, белый уже откатывается от атаки на краевской фланге, а хотят атаковать на ферктовой. Здесь, видите, обнаженный поле А5 есть, который там создаст дископол в черном. Пойма 3. Здесь черное погибли на Д4, его нет напряжения в центре, но люди сами хотели погибли на ЕД. И это погибли на Д4. Это сильнее, чем конем, потому что для коня это припасено ослабленное поле А5. Они погибли на Д4. Черном сыграют Ц5, что они хотели разбродить центр, но надавили немножко на центр. Сыграют Ц5. Белый мирно рассматривает из ладих. Ладья была под бою. И развили коня Коль-Б6. Коль-Б6. Ну и как бы прикрывают ходилой фланг слегка. Но пока... Ну, пока... Такая проще прожить, если... В Сороку вот эти пешки немножко подозрительные. Короче, полностью оголен. Всегда надо, чтобы у него было несколько пешек. Но эти... Каспаровцы скоро воспользуются. Он собрал уже три. Где... В Сороку просто своя пешка. То есть у него прячется не пешка, а его как хочется оживить. И она будет на нём пуля штрих. Видите? Когда пугает на штрих, он там короля проходит. И там будет довольно активно устоять. Поэтому он сыграл уже три. Чёрный сразу пошли первыми на Б8. Так принять слонашные графиты. Придётся наступать. И здесь последовало на планированной коне пять. В планированной коне пять. И конь там, конечно, вынедрился очень неприятно. И меня сломал, наверное, по себе хочется. Поэтому чёрный ступили слоном в угол. Белый потянули этого слона на атаку. Слона шли. Ну, здесь полиция неприятная. Чёрный пытается ударить по центру. Они играют Д-5. Д-6 и Д-5. Последний в эфире за четыре шага. Но этот, сам по себе, ход не так опасный. Потому что, говорит, что давно приготовился к лазейку на оси. Говорит, к лазейку на оси. Ну, фигуры стояли, наличные. Чёрный, всё держит, все пары держат. Конь это, конечно, опасно. Но, в порядке, если же все опасно прикрытое. Если мид на Д-5, там три фигуры. Д-5. То есть бой будет все три мощные. Д-5. Ну, белые. Сыграли Ладьяши и Д-1. Они своего лагеря до сих пор сняла в углу. Говорит, что берет Ладьяши и Д-1. Теперь, конечно, у нас есть где-то. Ладьян наполеет на тренинг. За белых. Говорит, что он. Чёрный будет сыграть Д-4. Чёрный сыграли конь Д-5. Конь Д-5. И чёрный измеряется на Д-5. Конь Д-5. И где-то. Вот это поделится и через Д-6, кажется. Здесь, я, наверное, паразмом на фрезе. Но, кажется, что через Д-6. И все держатся. Всё держатся, более-менее. Если там, допустим, заменять фрези, и потом дальше будет на фрезе, то потеряется, конечно, на Д-5. И, кроме того, паразмом на фрезе будет входом. Конь Д-6 будет заступать. То есть кажется, что чёрный, всё в порядке. Вот это такая сложная, маневрная игра. Принадут такой необычной позиции. Но, конечно, всё равно Каспарову есть голый. У него нет пешек. Как-то он чувствует себя так уютом. Но он указывает, что он отспользовался. Каспаров находится уже на предстоящей комбинации. Но за счёт этой комбинации, собственно, и партия стала одной из лучших. Какой ход напрашивается? Я не могу сказать, что там напрашивается. Но пешка Д-5, там причина. Видите? Ра-два-три удары. Да. Меняться фрезями не хочется. Потому что двух фрезей никого атаки нет. И этот белый находит... Каспаров делает очень эффектный ход. Вот он жертвует ладью. И результаты... Он просто создает самое настоящее. Вот вы сейчас увидите. Вот планируется. Ладьян Фернде-4. Ладьян Фернде-4. Ладьян Фернде-4. Ну, здесь надо планируется. Ладьян Фернде-4. Как последующий анализ показал. На Павлову Ганьян. Ничего страшного. Но, конечно, трудно удержаться. Соблазность. Есть такое ладью. И чёрные цветы надо. Значит, просто белая дали ладью. Хочется их собрать. ЦД. Здесь последовало очень эффектный ход. Сейчас Д-6. Нет, но Фернде-6 не эффектный ход. Просто размеры. Какой эффектный ход? Фернде-4. Может быть, Фернде-4? Фернде-4. Тогда просто Фернде-6. Но идея правильная. Павлить на Д-4. Но перед темой Павлить на Д-4, и Фернде-4. Теперь Каспар уже затыщил его над ним. Надеюсь, он их шерпал. Видите, как их ехал. Теперь как раз... Теперь что делать? Теперь ты как раз... А теперь нельзя пыраться на Фернде-4 шах. Фернде-6 не отхода. И на королевую новость. Если пить сюда, то Фернде-4 шах. Теперь Фернде-4 шах. Теперь Фернде-4 шах от этого боли. Приходится играть в Фернде-8. И тогда Фернде-4 шах. И конец. Потому что... Единственное слово по себе, тогда шах на него, просто теряется Фернде-7. Вот такой эффектный ход Лагей. Теперь он лежат на Лагей. Лагей-7. Но Лагей-4 шах тоже. И все равно все за ней. ЦД, ЦД. Значит, от ноги прошли, и все равно все за ней, в следующую очередь. Ведь Антаня здесь лагирует. И Антаня здесь лагирует. Но это нельзя. Приходится играть в Гору-6. Тогда дается шах. Но это не так страшно как-то, что черный конец не дают. Так и было. Черный цвет и коня. Но Бородия стоит, конечно, в опасности. Но потеряли это соотношение. Посмотрите какое. У белого уже не хватает Лаги, и коня, одну фигуру. Одна из директировала. Но Космару здесь посчитал до конца. Очень красиво до конца. Но компьютер, может быть, где-то нашел. Это не очень легко. Хотя здесь фальсированные ходы. Ну, в общем, Космару там досчитал. Не знаю, кто еще досчитал. Смотрите. Ну, Б4 шар. Здесь ничего страшного. В том смысле, что легко считать, потому что у черных единственных ход. Правильно? Правильно. Горячий единственный. Теперь нужно сделать очень тихий ход. Ферзь здесь стоит. Большая опасность. Короче, у черных большая опасность. Беда сыграли. Ферзь, смотри. Так вот тихий ход. Горячий ход на 3 марта. Правильно? Да. Но у тебя окна, ну, отдай пока. Сравновная ладья Ельбуржа. И тем больше чего-то. Берут на Д5. Берут на Д5. Берут на Д5. Держи. Горячий. Надо все сосчитать. А пока не видно. Отдали ладью. И отдали коня. Ой. Отдали коня. И... Ну, нужно считать, что нельзя делать. Может быть, ладья Е5? Как? Ладья Е5. Ладья Е5. А ладья Е5, наверное, может быть, может быть, по-прежнему Ладья Е5 считал так красиво. Это совершенно невозможно. Здесь, если делать тихий ход, если не представляете, ладья Е7. Ну, как-то, тихий-то не очень тихий. Ну, когда дядя Е6 мат. Ладья Е6 мат. Ну, кажется, что не страшно, потому что в черной игре есть ладья Е7 и защищает ладья Е6. Что тебе делать? Можно быть ладья Е7. Можно быть ладья Е7. Ну, да, 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 Масе. Ладья Е7, все правильно. А в черной игре, потому что... Все правильно. Это не из-за мата, но у меня есть запасный ход. Есть запасный ход. Какой ход? Ход черный. У них есть ход. Пока ладья Е7, у них есть мальферсты 4. Чтобы отогнать нельзя от боли Б3. Здесь придется... Здесь красиво. То, что было в партии. И то, что было в партии. И то, что было в партии. И после ладья Е8. Тоже очень красивые матовые идеи. Но давайте посмотрим, как было в партии. Ферст победил Немшельск. Они отыграли. В результате... Ферст победил Немшельск. Коня в результате отыгрались. Но ладей не хватает все равно. Ладей не хватает. Поэтому... А гранина Масе. Перезащит Бабрия. Черный берут Натри. Черный берут Натри. На этот... На этот... На этот... Бережит Шар. Так? Черный берут Натри. И вот это... Что теперь... По-прежнему... Черный... Лежный гениал. И как дальше действовать. И... Заведите, что... Эту позицию надо было считать с самого начала. Помните? Когда Владимир Расмашен был на начале. Да тут надо уже это все предлить. Иначе... Леваясь как-то раз не проходит. А вот... Даши Бабрия... Опять надо считать, что делать? Как здесь ходить? И здесь тоже еще один фельдный ход. Ц3-2. Ц3. Черный берут Натри. Район Ц3. И здесь еще один там приходит. Это вообще не вам можно убегать. Здесь... Ферст от Киев. Ферст от Киев. Ферст от Киев. Ну и ты разбирает ферзей и все. В белой NFC не хватает на чему. Ферст от Киев. А еще один ферст от Киев. Вот это, ты ферзей... Ферзей не поменяется. Обычно ничего не осталось. Просто... У белого Ассо... Все это не теряло. В черний свет в нужные качества. Нет, нет... Вот ты почти угадал. Соответственно, на двух боях. Белый сыграет Ферезой, а лучше. Это, конечно, невозможно следовать разводить. То есть, видите, ферзь бурган заберняется, собственно, И с той позиции, издалекой, где была полная доска фигур, в Вене-Помнице жертвовали на 1-1-4, и после всего этого протяжа, последовавший за один шаг. И это еще не все, и это еще не все. Черные пошли король-кап, а вот и они укривались вообще. Здесь они чувствовали себя довольно странно, король, наверное, почти под матом. А здесь уже нужно было свободно. Все нужно было посчитать. Даже не верить, что начинают все главное сделать. Квенбин в ровшах. И тоже пока не видно, что король ходит, блуждает по простору, но внешне качество и запасы. То есть приходится играть дальше. Король-то обмирно пошел. Ну, другие ходят, я просто пропускаю, я самогладно. Кажется, что опасность маршрута короля, таким под перекрестным обстрелом для всех игровых, благополучно завершился. Тут даже... Ну, как он дальше играет? Не видно, как шаг, у него даже нет хороших. Возвращение может быть до шага. Кажется, что... Кажется, что все в порядке. Ну, еще два... Два сферы, этот парадистый ход. А? Следует парадистый ход. Слов неожиданно возвращается, но я поймю, самый... Такой-нибудь, подходящий момент. Ну, подходящий, вернее, ну... Словно сказать, когда он ходил сюда, чтобы нападать на черную борьбу, с той стороны. А теперь он жертвует собой. Бить нельзя. Бить нельзя, потому что... Последует просто шаг и на король. Король-я-1. Шаг, а король-я-1, ловите себе шаг. И все. Надо отдавать себе осматривать. Поэтому бить нельзя. Кто-то в один. Что делать? Что делать, если... У черных есть еще, кажется, что хороший ход, задел Д-2. Они возвращаются, нельзя. Но это не опасно, потому что здесь берешь, нельзя. Черные берут этого, нельзя. Потом слона. И получается, что... Ну, у черных не нужно, там... Пешка, пока рючка... Ладья там есть еще, у черных на ножах. Это он, наверное, всегда варит в игру. Значит, последовало... Ладья-2. И еще один, совершенно фантастический ход. Еще один. Ладья-2-7. Ферзь. 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 Ферзь, не вспоминаю, как они... Что должны ферзей? Может быть, Ладья-2-7. Как? Ладья-2-7. Внутренний ход нашел после того, как сделано 10 ходов, а Гасмар должен подать это буду смотреть 10 ходов назад. Такой тихий ход, в общем, на эту позицию надо было иметь в виду в самом начале, когда вся фигура, доска была была на фигуру. Ну, 10-0-7, приходится в виду в нем, еще другого нет, как в виду в 7, теперь уже можно попить в БЦ, но в БЦ и теперь наконец. Там он не погорел, как в любом состоянии. Ферзь, царь, царь, дым, а два, и тогда до того, как últается, пронес, внеслен на буре на доске. Чертва, где он стоял, свинься, против Владимира. И еще одно некоторое сопротивление, потому что кэшка-цепь, какие-то опасности, создает, темный район, главный топирий, Ферзь, надо когда-то тянуться, куда-то, разница 32, черный струкнулся, ферзь зам 8, и здесь последовалось 3, ферзь 4, шаг, корня 1, и вот здесь вот это конец, это все больше, потому что эта пешка не опасна, белый просто сыграет 4, последовалось 5, и черный сыграет корня 1, то есть белый сыграет корня 1, и на ладе 1, 2, сыграет просто ферзь на сыгре, ну теперь теряется пешка С3, нет хороших ходов, куда ходить в резервный бейдинг, просто шаг, да, продадут пешку. А почему если надо пешку сходить до 1, не попадя до 1? Ну, я говорю так, съемлю пешку, и ферзь, когда владеет, уже грязь не играет этого выгода, это выгода даже без пешки, а еще пешки лишние, и ферзь потом на пешку отбирает вообще, отбирает весь плах. Вот такая комбинация, я могу вам сказать, что «Темный Заяц» на 44-м ходу, а ход владеет 1, 4, вот пешка 1, это был 24-й ход 1, а это 44-й, вот значит, ну, возможно, последние ходы, и так было понятно, что выгодно, но на 20 сходов и там пешки, скажем, у ферзей в белых, пешка у ферзей едут в черных, ну, и все считают того, что выбора нет, белый пешки едут в черных, пешки едут вперед, потом оба пешки становятся ферзями, белый ферзь новоявленный дает какие-то шаги, то есть можно почитать, а здесь же ходы все непосказуемые, и какими-то связаны с жертвами, и владеет жертвой, и зефирь жертва, то есть сон жертва, то есть честь огня жертва. Конечно, это совершенно гениальная партия, которую выгодно. Так, вроде показано, даже любителям понятно, да, вот так вот, каждый ход поделится, и понятно, что происходит, а все с суммой, конечно, совершенно не мысленно. Интересно, если на самом деле он проверял моему компьютеру, я думаю, что компьютер даже так либо на процентах не может почитать. Там щели могут быть, там однозначные ходы, а здесь же много ходов неожиданно.